Всем привет, с вами Крузак22 и сегодня я вам расскажу как играть в игру Spintires по сети на пиратке. То есть что нам для этого нужно? Нам нужно 3-4 основные вещи сделать. Сначала мы заходим на любой торрент трекер, скачиваем игру 2014 года, пиратку. Смотрите какое вам издание по душе, то и скачиваем. Я вон от механиков скачал, так что скачиваем торрент, загружаем его, устанавливаем игру, делаем следующее действие. Переходим по ссылке на Яндекс.Диск, ссылка будет внизу, нажимаете скачать, у меня кнопки нет. Если не нажимаете скачать, делаете следующие вещи, вы просто регистрируетесь на Яндекс.Диске или можно сделать просто, можно если у вас есть уже Яндекс.Диск, сохраните на свой Яндекс.Диск этот файл, а оттуда уже скачать его. Так, скачали, игру установили, ништяк. Еще третий вам пункт нужно сделать Steam аккаунт свой, то есть создать. Вот заходите, сейчас секундочку, суть такая, вот открывается главная страница, вот, то есть тут всякая информация. Вот сюда нажимаете, ой, да, нажимаете на регистрацию, вот сюда вот, жмете, появляется регистрация. Ну тут все просто, в принципе, тут свой никнейм пишется, который хотите во всех играх под Steam аккаунтом видеть, то есть у меня Крузак 22. Так, введите пароль, вводите пароль, который желаемый для вашего аккаунта, сюда вводите почту, контрольный вопрос, чтобы не забыть, ну, чтобы, если что, восстановить пароль, здесь пишите ответ. Все просто, я думаю, пишите вот этот код секретный, сюда вводите, дальше, что делаем, нажимаем, я принимаю условия, подтверждает этот, этот мой возраст, там, создать аккаунт, кликаете, хоп, она создается аккаунт, подтверждаете, приходит письмо на почту, подтверждаете его, переходите по ссылке, в свой аккаунт входите. И делайте следующую вещь, заходим, вот он, спинтайрос этот, скачанный патч, что вы делаете, вы заходите, так, нам нужно зайти в папку с игрой сначала, вот, потом, извиняюсь, делаем следующую вещь, заходим, где скачан вот этот спинтайрос ваш, патч, делаем следующее действие, заходим сюда, в эту папку, выделяем все это, и просто сюда, вот, кидаем, вот, это все дело, при подтверждении, спрашивает, копирует заменой, вот, ставите галочку, заменить во всех случаях, копируете заменой, нажимаете, вот, нажали, вот он, такой клиент у вас получится, интересный, единственное, что, вот, многие забывают, вот сюда, вот, тыкайте, сразу в папке, который, после заменения, отправить на рабочий стол, создать иконку, вот, тыкайте, то, вы будете по стандартному ярлыку играть, может, некорректная игра быть, что-то с ней может быть просто, так, что делаем следующее, то есть, вы все сделали, в принципе, внутри игры, вот, для корректного запуска игры, что дальше делаем, делаем следующие вещи, заходим на сайт, в свой, на сайте логинитесь, естественно, авторизируйтесь, заходим в сообщество, непосредственно в личный кабинет, и там будет, такой, такая рекламка, скачать приложение для Windows и macOS, тыкаем, скачать на Windows, открывается окошко, скачать на Windows, еще раз, стыкаем, скачивается клиент, клиент, вот, что-то такое представляет из себя, то есть, вы тоже его устанавливаете, обновляете его, и вылазит вот такое окошко, то есть, вы здесь, опять же, авторизируетесь, под своим никнеймом, вот такое окошко, тут есть магазин, свои сообщества, библиотеки, вот, тут активность, профиль, друзья и тому подобное, вы можете здесь френдиться для всяких разных игр, вот, вот так вот, получается, чтобы играть в спринтаре с друзьями, нужно зайти в свой аккаунт, в профиль заходите, вот здесь вот, друзья, добавить друга, вот, пишите вот здесь свой никнейм, ну, который вам нужен, ну, точнее, никнейм друга, вот, пишите, тут выдаёт целую кучу друзей, которых можно добавить, людей, выбирайте, кого нужно, тыкайте на него, добавить друзья и тому подобное, зафрендились, ништяк, что дальше, не закрываем, сворачиваем, клиент должен всегда быть открытый, то есть, он должен законнектативным быть, вот, что дальше, так, это нам не нужно, будет перегружать немножко, так, что мы делаем дальше, вот эти все дела, в принципе, они нам тоже не нужны, вот, в общем, что делаем дальше, дальше всё просто, заходите с ярлыка на рабочем столе, в игру, зашли, ништяк, всё, загрузочек идёт, вот, дальше, сейчас загрузится, секундочку, объясню, как играть по сетке, вот, всё, в принципе, довольно-таки просто, вылезает такой вот окошечко от стима, оно уведомляет вас, что вы подключены к стим клиенту, то есть, можно играть по сетке, вот, нажимаете играть, здесь, вот, она будет так, сделана, то есть, нажимаете сетевая игра, открываются комнаты, всякие, можете создать свою комнату, вот, выбрать карту, там, я не знаю, широкая река, не рекомендую дебильная карта, вот, что ещё, обновить, вот, кнопочка, тут всякая фигня есть, то есть, в принципе, игра вообще ништяковая, играть, тут не так уж много народу играет, так что друг дружку найти даже без дружилки, дружилки, очень просто, то есть, если вы даже не зафренделись с каким-то человеком, чтобы с ним играть, потому что, видите, есть только для друзей комнаты, к примеру, создаетесь комнату, и сюда можно приглашать чисто друзей, вот, из этого списка, я так и не научился, на самом деле, там у нас некоторые неполадочки со стимом, но не суть, вот, с друзьями поиграть, мы так заходили просто, вот, и катались, так что, я думаю, будет очень интересно играть, ну, кстати, тут максимум, видите, до четырёх игроков, можно играть в эту игру онлайн сразу в одной комнате, но суть в том, что четыре игрока, на мой взгляд, это не весело как-то, на нём, чтобы поугарать, там, двое-трое хватит вообще вполне за глаза, что из себя игра представляет, я вот, к примеру, сейчас подсоединюсь, вот, активная есть игра, вот, я к ним уже подсоединюсь, они, то есть, уже играют там где-то, вот, я уже к ним подсоединяюсь, вот, могу, конечно, и в комнату зайти, но, когда входишь в комнату, свои минусы, то есть, опять же, ожидания и там подобные, всё как-то долго, очень, не очень прикольно, так, мне не хотят, короче, поход пускать, вот, что делаем, я вам покажу, давайте, я не буду вам заходить, я просто покажу вам саму игру, одиночку, вот, симулятор, не буду аркады показывать, на равнинах начну, да, в общем, вообще игрушку, вообще, за счёт, что хотите, то есть, с ним, да, и делать, если вы можете, я, вот, пересят, наверное, в долгую модельку, вот, единственное, что мне не нравится здесь, то, что очень геморрой, вот, в общем, сейчас, при тебе я сделал, теперь можно ехать, единственное, что я хотел бы сказать, что камера, просто, да, 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 не едет вообще, вот, едет, поехали, вот, сейчас я еду, как вы видите, на заднем приводе, и это вообще не круто, потому что, вот, там, сзади, какое-то озеро, и поэтому нужно переключиться на привода, то есть, на полный привод, я нажимаю, переключаюсь и на Q, это, как это называется, дифференциалом включается, то есть, колеса крутятся одновременно с задним, ну, или, как я, не знаю, с полным приводом, я, честно, не знаю, не познакомился с полным приводом, если честно, вот, и в реальной жизни, и так, вот, что еще рекомендую, вот, смотрите, сейчас мы на автоматической передаче, то есть, мы назад можем ехать и вперед, так, вот, все скалатуру, все так быстро, то есть, ну, это не всегда круто, потому что автомат, ну, не круто, конечно, все, но самое лучшее, вот, на мой взгляд, это, ну, короче, что нам нужно, чтобы включить эту передачу, нажимаем пробел, чтобы мне там не заметь, включаем вот эту вот передачу, вот, все, включаем всякую передачу, едем, то есть, вот она, обычно на автомате она с ним собирается, на эту дворочку, на ней, вот, то есть игрушка, вот, как-то такая, вот, прикольная, на самом деле, если честно, мне очень нравится, чтобы открыть карту нужно нажать f1 открыли вот она карта то есть вот там следующие модели ты едешь открываешь 10 . тут открываешь модель еще одна модель там подобным же вообще прикольный грушка что еще расскажет вопрос как в этой ситуации что не очень круто бывает лебедки нужно короче что делаем для нажимаем сюда вот у вас . появляется функции нажали вот пример взяли прицепили дерево лебедку нажимаем обратно функции пробел опять же ручник выключаем и нажимаем на кнопочку f и подтягиваем на самом деле очень удобная вещь так что смотрите играть очень интересно по серге на градском сервере не знаю можно с друзьями поиграть тоже на скин на другим поиграть но не могут людей которые хотят все это сделать так что желаю вам удачи желаю вам поиграть хорошо в эту игру интересная на самом деле здесь физика игры какая вот стоит блин она очень хорошая насколько я знаю то что разработчики игры World of Tanks хотели очень давно уже ввести эту физику игры World of Tanks но пока это отложено неизвестно какой срок вот они хотят сначала я слушал 095 ввести но что-то 095 там срослось не получилось так что наверно скоро будем ждать 096 097 но не будем ждать в общем пока они все это сделают но очень игру что вообще прям прям просто шикарно так нам нужно здесь тягу и карточек включить потому что я так трудно будет езжать оооо а так она поперлась вот так что так так что так в скором времени я буду писать ролик потому что мы с Егором у него свой канал на ютубе тоже мы с ним пишем видосы вот скорее всего будем сетевую игру на днях записывать скорее всего запишем первый эпизод завтра он будет долгоиграющий но получится на 1.45 больше вот будет весело смотрите здорово ставьте пальцы вверх всем пока вот 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 Продолжение следует...